привет друзья что-то мне в прошлый раз понравился этот фильтр и я все никак дождаться не могла когда же я выйду в эфир и снова его включу надеюсь вы не против и цветочки вам мешать не будут я очень рада вас всех видеть и у меня есть небольшая тема и да эта тема не не про троллинг эта тема будет про ресурсы у меня же скоро будет женский марафон марафон начнется в ноябре то есть до ноября целый месяц записаться у вас есть и условия бесплатного участия в этом марафоне выложить пост выложить пост о том что вы идете на марафон и все и все больше никаких условий ну stories там выкинуть понятно stories пост очень много сообщений в личные в личку в директ там еще куда-то мессенджеры о том что я не могу выложить пост о том что я иду на женский марафон мне стыдно я не могу показать от люди о том что я пойду меня смотрит мама меня смотрит бабушка мне смотрит там теща меня смотрит вы или кто там все кровь и кровь то меня смотрят там дети или еще кто-то я не могу мне стыдно выложить о том что я иду на женский марафон к чему я это все сейчас в виду вы поймете если вы боитесь людей проявления среди этих людей боитесь показать себя боитесь взаимодействовать с вы отрубаете себе ресурсы почему все наши желания материальные особенно да даже не материальные научиться петь танцевать приходят только через людей вы не можете даже чай попить без человека нужны негры на плантациях или там белые ланкийцы на плантациях которые вырастят этот чай соберут его перевезут продавцы нужны которые будут продавать рекламщики которые его будут рекламировать дизайнеры которые нарисуют упаковку лесорубы которые вырубят деревья сделают бумагу люди которые делают инструменты которыми нужно рубить бумагу даже попить чай внимание даже попить чай просто попить чай самому вы не можете сделать без других людей вы сами не сможете это чай собрать высушить сами себе продать так далее вам нужны люди люди это ресурсы если вот внимание вы это поймете вот прям осознайте что только люди могут исполнить ваши желания ваши ресурсы в них для того чтобы люди вам исполняли ваше желание ваше желание приходили вашу жизнь и вы могли ими пользоваться вам нужна коммуникация с людьми вам нужно общение с людьми не важно какое-то общение будет соседями в чате с девочками не важно какое вы просто должны налаживать эти связи с людьми не важно какими не важно как ваша коммуникация должна строиться на общении на взаимодействии если этих взаимодействий нет если вы боитесь себя показать они побоятся собрать бумагу вырубить лес какой-то дизайнер побоится написать упаковку для чая а кто-то там побоится высушенные листочки упаковать а вдруг не такие листочки он упакует не так вырастет нет не так продаст не то скажет когда будет продавать если каждый человек будет бояться высунуть свой нос как-то проявиться что-то сделать показать себя показать свое желание что-то сделать то вы не попьете чая если каждый человек спрячется в свою нору то у вас не только чая не будет вас не будут кровати вас не будет дома у вас не будет еды у вас ничего не будет вы даже музыку сыграть не можете без людей пока они не возьмут этих овец не вырастет не сделают там шкуры не освежит там освежат их в мембранные барабаны и пока эти барабаны не сделают вы не сможете поиграть на барабанах ту же музыку понимаете люди это ваши ресурсы если вы боитесь общаться с людьми и при этом проявлять себя вот ваши чувства вот какие есть не стесняясь их проявлять тогда у вас есть ресурс если вы стесняетесь проявлять свои чувства вы не общаетесь с людьми вы мало общительный человек вы закрытый человек вы не хотите знакомиться вам не нравятся люди они плохие бешеные да может этот плохой бешеный чувак вырастет для вас чай или он просто офигенный дизайнер неважно какие люди и как вы к ним относитесь но они ваши ресурсы и только через людей приходят ваши желания поэтому почему еще с марафона то начала я боюсь выложить пост это о чем говорит это говорит о том что коммуникация с людьми хромает если вы не считаете людьми вашими ресурсами то что люди ваши ресурсы да у вас по-любому нет денег вас по-любому проблему вас по-любому нехватка вы постоянно в чувстве нехватки вы постоянно в чувстве долга эти долги потом проявляется вовне то есть если у вас есть долг себе а долг к себе это единственный проявлять свои чувства и общаться с людьми и если вы сейчас боялись и возьмете пойдете выложите пост я вам гарантирую к вам придут но минимум 5-3 тысячи рублей 10 тысяч рублей вот в ближайший день если не придут то побьете меня по голове но если вы это сделаете вы увидите как к вам они придут может быть они придут не деньгами может они придут подарком может быть кто-то вам позвонит подружка и скажет я вам подарю там тебе сейчас обувь я себе купила не подошло но я подарю тебе это работает это реально работает когда вы идете и коммуницируйте с людьми а те дизайнер нужен или нет витал витал лайф психологист нужен нужен мне нужны сейчас дизайнеры во первых мне нужен верстальщик программист хотелось бы тоже пообщаться нужны пишите пиздец ты охуенно тупо в точку сейчас осознал что это так ура блин даже доехала до вас ура вот до кого доехала ребят вот я вас под прям искренне вот прям благодарю за то что вы открылись сказали это и благодарна за то что вы поняли себе благодарна за то что могу это донести я кайф получаю когда люди начинают блин догонять я реально кайф получаю коммуницируйте с людьми а если а есть еще такое такое условие у меня девочки попадают на мой марафон если они скажут привет привет на камеру меня зовут нелли я иду на женский марафон девчонки привет это задание не просто блажь какая-то моя что девчонки давайте проявитесь для того чтобы попасть на мой марафон вы должны там на видео сказать привет не это просто отсекая мальчиков потому что на женском марафоне будут женские секретики и мальчиков я не хочу там видеть ну как бы мы постесняемся там рассказывать очень такие темы прям очень такие темы девочки вот и на прошлых моих марафонах представьте тысячу человек на марафоне женском вот что в первом было что во втором первом по-моему 800 человек было прорывалось очень много мальчиков а если вы пришлете видео и скажете алё меня зовут там нелли лена катя света вот мы по крайней мере увидим что вы девушка добавим в чат и и ну и спокойно себя будем чувствовать что парней не будет так мне пишут девочки нелли я не готова выложить видео игру какое видео и куда выкладывать я не готова сказать привет девчонки на видео показать свое лицо блять если ты не можешь показать свое лицо то денег у тебя нет ну нет у тебя денег и не спрашивай меня почему у тебя нет денег почему ты не можешь найти свое предназначение свое хобби чем заняться ты почти даже не спрашивая почему ты не можешь найти работу какая блять работа если ты лицо свою боишься показать какая работа чем греть вообще ты не можешь пойти заработать денег потому что ты даже не на видео поприветствовать в закрытый чат не можешь не ну вы просто подумайте а потом вы еще спрашиваете почему меня проблемы в жизни почему я не могу найти работу а ты ее вообще искал ты выходил ты на работу хоть на собеседование вышла ты что люди почему коронавирус у нас сейчас все люди боятся свое лицо показать маски одевают блин все счастливы вот все кто боится показать свое лицо счастливы ходить в масках но они же этого не понимают и еще гундят блин маски заставляют носить до радуйтесь хотя бы сейчас заставляют маски носить по крайней мере вытащишь свою моську на улицу и сможешь бы пообщаться с людьми хотя бы в маске потому что без маски ты вообще из дома не выходишь где можно не ребятушки это будет чисто женский марафон именно для девушек вот а парни там такое не ориентация это не важно так а я во время разбор полетов до люди еще раз повторю это ваши ресурсы и только через людей нам приходят желание попить чай попить кофе надеть колготки блин что угодно каждый человек исполняет ваше желание и над вашим желанием трудится половину населения планеты кто-то продает кто-то рисует дизайн кто-то это выращивает а чтобы вырастить нужны инструмента чтобы были инструменты нужно завод сделать а нужен архитектор который спроецирует этот завод инструмента нужны строители да много кто нужен понимаете да для зубочистки просто полмира работает а вы мало того что людей не любите сами не коммуницируете с другими общаться не хотите люди ваш ресурс поэтому если вы хотите двигаться по жизни чтобы у вас было движение соответственно движение перемена это и есть деньги во внешнем проявлении тогда вы должны идти блин свои страхи наконец-то и уже не сидеть дома кто не надевает маску молодцы а кто надевает маску блин радуйтесь хотя бы что у вас есть время показать свою моську и походить по улице хотя бы так это уже вообще дома сидите вы хотите выйти замуж при этом не выходите не выходите из дома и не хотите выходить мужик что постучиться к вам домой да я знаю таких людей кому мужики стучались домой это я и у меня есть знакомые которые нежданно негаданно пригласили там подружку в гости она пришла там с другом и вот все они там поженились любовь морковь там 20 лет живут есть такие люди но это же не все такие люди но если вы хотите идти замуж вам нужно выходить на улицу показать свое лицо ходить хотя бы в кафе пообщаться пообщаться с таксистами пообщаться с продавцами наладить общение если вы не умеете разговаривать с людьми ну так тоже сами будут разговаривать все идет проявлению жизни конечно женщиков все верно нужно проявляться нужно показывать себя чтобы вас заметили хотя бы чтобы замуж взяли как вас заметят если вы блин привет не можете сказать для женского марафона в закрытую группу ну смешно просто а выложить пост о том что я иду на женский марафон прокачивать себе женщину а вам в первую очередь можно время можно нужно туда просто бежать сломя голову потому что вам там дадут втык реальный втык но страшно мне втык дадут я не хочу узнавать о себе и такие комментарии пишут ребят но если вы не хотите узнавать о себе не хотите себя показывать не спрашивайте почему у вас нет денег не спрашивайте они поэтому и не водится у вас нет других причин почему нет денег деньги не приходят не от работы не от еще чего-то они приходят на вашу энергию на ваше движение на ваше проявление на ваш страх и риск на ваши перемены но если вы сидите блин и боитесь какие деньги вообще какие деньги вы там держитесь дома в маске так ладно завелась я люблю вообще прям заводится я офигеваю кайфу от своей внутренней женщины ну или я тебя люблю ты лучшая лучше мир ты лучший все мы лучшие мы все классные но мы не ценим себя вообще себя не ценим похоронили себя наша ценность это в уникальной ценности существовать быть наблюдать себя наблюдать свои чувства изучать себя через внешний мир все что там нам мир показать все что нам люди говорят все что вот мы видим трогать щупать смотреть наблюдать и видеть это в себе мы себя познаем божественно внутри нас мы здесь для того чтобы быть просто быть нет никакой цели и причины вообще существования кроме как существовать и уже от этого ваша бесценная ценность но нет вы ищете куча причин за что вы можете себя полюбить вот я блин обучусь где-нибудь стану умнее и тогда меня похвалит и тогда может быть обращу на себя внимание начну себя любить до хренушки вы так никогда себя не полюбите пока будете ждать улучшая себя постоянно и мы на женском марафоне будем с вами говорить почему не надо себя менять изменения должны быть естественным естественным способом виде расширения и поздания себя они специально менять себя потому что я сейчас хреновый не такой недоделанный неправильный там ума мало денег мало кресты мало надо все улучшить 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 вот этот недостаток он только будет порождать вам недостаток и этот недостаток который постоянно порождается вашей нехваткой вечной то есть чувствуете нехватку во внешнем мире это нехватка и проявляется он будет у вас умножаться только вы будете все больше и больше погружаться в свои долги к себе блин себя заметить оценить наконец-то что вы уже уникально вы уже есть ничего в себе не нужно менять ничего не нужно менять в реальности не надо менять в людях не надо менять в мужиках это надо принимать на вот эту вот шелуху тех всяких шаблонов на которые вот мы все в течение жизни из-за своего мапа навесили на себя и не видим вообще вот шторками закрылись о сколько комментариев нели книга хакер втык настоящий втык пишите ваши комментарии после прочтения книги даже если у вас деньги не пришли потому что одни комментарии мне пришли деньги только начал читать мне пришли деньги когда я закончил мне пришли деньги когда я только купил мне пришли день когда я подумала ее купить Давайте не про деньги, можете ещё что-нибудь написать, какие инсайты у вас после прочтения книги, там же на самом деле о деньгах маленькая глава, вот такая малюсенькая, и первые три главы большие, вообще не про деньги, вообще не про деньги, нет там ничего про денег. Там про наше существование вообще в целом, про наше желание, про Бога, про идеальность, не идеальность, про всё, про движение, про энергию, которой нет энергии, это движение. Мы её не можем не потерять, мы не можем это действие не возобновить, не слить, вот мы шаг делаем, или мы стояли, мы садимся, вот мы начали садиться, ну пристать вниз, да, у нас энергия пошла, мы сели, всё, она закончилась, ну то есть она не кончается, не заканчивается, это просто процесс, это движение. Вот как в розетках идёт ток, что такое ток, это напряжение, 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 да, когда там что-то движется, что движется, там движется ничего. Прикиньте, энергия это движение ничего, это действие. Ну ладно, это вообще другая тема, опять же повторяюсь тысячу раз. Долой нахер эти шаблоны, я женщина. Так, если я не боюсь выложить пост, надо искать, что я боюсь это делать. Так, сейчас у нас речь про, про марафон, про пост. Вот, не надо искать, что делать. Вот есть импульс здесь сейчас чувствовать себя, что я хочу, то и делать. Вот что я хочу, то и делать. А мы часто хотим то, что не делали. Мы часто хотим то, чего боимся. Мы часто хотим то, что интересно нам. Потому что то, что мы делали, на самом деле мы не хотим. Потому что нам неинтересно, мы уже это делали. Но мы реально не делали, поэтому нам повторять действия не хочется. А наш ум, то есть мы и ум, я разделяю сейчас. А наш ум нам подкидывает шаблонами вообще другие вещи. Но мы себя не слышим, мы ум слышим, который является только переводчиком, но мы отдали ему всю власть, все руководство, весь контроль, вот, а мы это то, что, ну, это не объяснило, мы ничего, мы чувствуем только себя настоящего сердца, не умом. Читаю книгу вашу, о, пасибочки, класс, давайте пишите, какие там у вас озарения. Мне вообще нравится получать обратную связь, я прям кайфую. Каждый раз после открытой вот этой информации, которая из вас льется, вот, я там инсайт получил, я то получил, я то осознала, я там книжку прочитала, у меня появляется всегда вдохновение, вдохновение, еще, еще писать, еще, еще новую книжку, еще, еще там пост, выйти в эфир, вот. Вот, если обратной связи нет, я тоже, короче, такая, деревенею. Ну, когда обратной связи нет, понятно, это я замолчала, причина-то во мне. Ну, или если тебе будет нужна свадебная платья, я здесь, так я же замужем, вот, ну, спасибочки, можно и второй раз выйти. Что нужно сделать, я только взошла. Тот, кто хочет попасть на марафон, он бесплатно для вас проводится, кто выполнит условия, кто не выполнит, тому, либо деньгами, либо пизделями. Бесплатное условие, выложить пост о том, что вы идете на марафон, у себя на страничке, и сказать, люди, приходите тоже. Ну, это всем нужно. Я на марафоне ничего не буду вам втирать, там не будет никакой информации, вы будете действовать и делать, и на практике поймете, что к чему. Ну, я не дам вам никакой информации, вы думаете, я вам там буду втирать что-то, учить вас чему-то? Нет, я не буду вас там ничему учить. Вы просто попробуйте кое-что сделать и будете наблюдать за собой, работает или не работает. На прошлом марафоне, посмотрите, отзывов очень много и позапрошлом, все пришли на женский марафон, он у меня всегда секс и оргазмы, то есть все пришли за оргазмами, но в первый день, во второй все получили деньги. Почему? Ну, потому что это взаимосвязано. Марафон секс и оргазмы называется, отношения секс и оргазмы. То есть у кого нет мужика, найдем, у кого нет секса, сделаем, кто не получает оргазмы, начнет получать. Вопрос просто, хотите вы этого или нет. Если вы четко намерены да, тогда вы должны выставить этот пост и сказать, блин, я иду на марафон, ребята, и я вас тоже зову. Так, давайте комменты почитаю. Ух, сколько много. Так, а на меня никто не подписан, я пост выложу, мне не стыдно, просто не будет от этого эффекта. Да, кто не может выложить пост из-за того, что аккаунт нулевой? Второе, второе, альтернативное задание, отметить 30 аккаунтов, ну, естественно, не друзей у вас, если у вас друзей нет, отметить 30 аккаунтов любых девушек, не блогеров и не мужиков, и пригласить. Как люди не видят изобилия? Оно везде, в каждом, Нелли самой изобилия. Да, действительно, как не видят. Теперь про ресурсы книгу, очень ценная информация. Про ресурсы книгу у меня уже черновик написан, блин, у меня уже все готово. Мне только все это нужно отдавать дизайнерам, а дизайнеры у меня опять, короче, спят. У меня два дизайнера, одному дизайнеру я отдала сделать мне лендинг для того, чтобы хотя бы РСЯшку, рекламу в Яндексе пустить на курс бесплатный этот. Вот, мне макета не нравится, может быть, кто-то есть, кто мне поможет сделать на LP-генераторе, блин, с красивым дизайном бесплатный этот марафон. Короче, если такие люди есть, напишите, пожалуйста, я, блин, буду рада вашей помощи, просто реально очень рада. Ну, от моего вдохновения, от радости вы получите тоже очень много радости. Так, книга про ресурсы будет, ну, а после зубов, потому что у меня сейчас на очереди на дизайн зубы. Книга про зубы, я вот рекламировала, что у всех, у кого проблема с зубами, ну, наверное, у каждого, то прикус не так, то зубы не такие, то кариес, то запах изо рта, то не так, то не сяк, вот, то выпадают, то вставляют, то что-то с челюстью, ну, с челюстью, вообще с челюстью что-то. Вот, я прям книгу большую, она будет весомая, толстая, прям пишу про зубы. Что-то снизошло на меня, потому что я сама всю жизнь мучилась зубами, пока не сделала себе эти брекеты, пока, блин, половину новых не вставила, пока меня тут половину не вырвали, все время эти кариесы, я наконец-то нашла эти причины, блин, я офигела просто. Этим надо поделиться. И в психосоматике я нигде этого не нашла, ну, нету, вот не нашла. Ну, это такие очевидные вещи для меня теперь оказались, я вот прям пишу сейчас эту книжечку. Нужны дизайнеры, кто поможет это все быстрее сделать. Перечитываю главы до заключительной главы и вижу разные ответы на вопросы, если вкратце. А, ну да, там можно книжку раз пять прочитать в течение там низких часов и каждый раз новые инсайты. Я эту книжку сама перечитываю, такая, нифига, это я ее писала, что ли. Так, я после книги по-другому тебя слышу, с другого какого-то ракурса. Вроде все то же самое, но совершенно новое. Кто-то и без книги это делает. Книга совсем не про деньги. Да, Алексей, Алексей, ты покупал ее разве? А как же сиси после родов хочется сделать? Делай, делай сиськи после родов, это нормально. Ты для чего докторов-то создала, дорогая? В помощь тебе, иди сделай, ты творец, ты сотворила врачей, которые умеют делать сиськи. Иди, сделай, почему, в чем проблема-то? Вот эти вот шаблоны, все давайте трансформировать, менять реальность, вспомним. Большие сиськи, утром проснемся с ними. Ну нафига вот этим бредом заниматься? У кого маленькие сиськи, там особенно после родов, там проблема с ними. Блин, идите к врачу, это нормально. Начните принимать мир, перестаньте отрицать все, что вы создали, перестаньте отрицать вовне. Ну или почему у меня нет энергии? Энергия рождается в момент начала действий. Действие рождается от импульса. Импульс – это интерес. Все, вот цепочка вам всю расписала, обмозгуйте. Так, очень жду женский марафон. Да, блин, как я его жду, мне уже вот прям хочется. Просто начала рекламировать его заранее, хотя я уже с лета знала, что он будет только в ноябре. Но у меня сейчас все просто расписано. И тем более я сейчас еще, мало того, что у меня курсы, я уехала в путешествие. И угадайте, в каком городе я завтра окажусь. Я сегодня улетаю из Краснодара. И вот, завтра буду вообще в другом месте. К чему я вообще это сказала? Непонятно, он меня несет. Сейчас почитаю, что тут еще есть. Нелли в доме поменяла кружку, тапочки. Начала делать совершенно какие-то другие дела. Полезла в новое. И ба-бах, машины начали продаваться. А у Марты, Марта, привет, да? Бизнес по машинам. А я ей сказала, давай, короче, начинаем. Мы еще с ней вот эфир самый ржачный провели недавно. Мы так смеялись там просто. Посмотрите, эфир с Мартой, блин, бомбический. Там еще смехотворец был, и девочка еще с нами была. Блин, забыла, какой зовут. У меня прямо на имена вообще проблема. Я говорю, давай, начни с мелочей. Хотя бы тапочки поменяй, кружки поменяй. Реальность начинает меняться. Как только ты мелочи в жизни начинаешь менять, смотришь по-новому на эти вещи, у тебя в жизни все остальное начинает меняться. Оно, как, знаете, взмах бабочки производит на другом конце земного шара цунами. Вот, начните с мелочей. Не надо, блин, сразу вот прям все отсекать. Так от домов сейчас избавляемся. Машины продаем, квартиры сейчас на осознание. Отдадим в Черногорию. У меня вся жизнь поменяется. Не надо так делать, девочки, мальчики. Начните вот с мелочей без порушения психики. А то, блин, на бабах тоже неинтересно трансформироваться, когда ты сидишь, блин, депрессуешь. Жить негде, есть негде. Согласитесь, в комфорте прорабатывать себя куда интереснее, чем, блин, отдать все неизвестно кому, блин, и ждать моря погоды. Помогите. У меня сегодня как раз троллинг на эту тему в сторис. Так, смонтировала на пост. Круто. Деньги приходят на энергию. Круто. Не, не на энергию. Деньги – это и есть энергия. Вопрос, что они приходят... Это проекция ваших перемен. То есть идете вы в перемены или нет? Пошла выкладывать пост. Давайте уже, девчонки, ну, хоррэ. Прикиньте, я объявила три недели назад или две назад. Сколько времени надо пошло, да? Ну, вот примерно вот эти сроки уже пришли. И записалось, ну, сколько там, 200 человек пока что. Это, блин, какой-то пипец. Остальные пишут, я боюсь. Выложу я там до марафона за пару дней. Люди, а мы там за несколько дней, может быть, даже за неделю прекратим принимать заявки до начала марафона за неделю, чтобы вас там всех посчитать. И мы будем записывать челлендж. Этот челлендж будет очень крутой. Такая и есть офигенная задумка. Все, кто в марафоне поучаствует, потом станет знаменитыми. Но не бойтесь, там ничего такого не будет. Вас там весь мир увидит, но очень мельком. Это будет очень крутое видео, просто такое бомбическое. Такой задумки еще ни у кого нигде не было. Короче, поучаствуем в челленджах. Потом надо с мужиками такое замутить. Но у меня просто подписчиков мужчин очень мало. А мне надо на видео тысячу человек, чтобы промелькало. Прикиньте, тысячу человек. Если у нас будет три тысячи человек, как я хотела изначально. Три тысячи человек на видео. Прикиньте, круто. Блин, я просто в шоке. От того, что ко мне в голову пришло. Сын у меня социопат. Он говорит, что ему никто не нужен. Ему очень хорошо, когда он один. Я, наоборот, постоянно ищу общение. А раньше его заставляла общаться. Благо отстал от ребенка наконец-то. Ну, пускай он там свой опыт проходит. Главное, ты общайся. В новом отражении тебя. Какая-то подавленная противоположная сторона. Какую-то ты крайность все-таки тебя перевешивает. А он тебе показывает другую противоположность, которую ты отрицаешь. Которую тоже надо принять. Я очень люблю одиночество. Очень люблю. Я очень закрытая. Пипец. Но когда надо, когда у меня есть страх, я иду и открываюсь. Я даже вам Цоя спела на прошлом эфире. Пару строчек. Для меня это далось. Вы даже не представляете, как-то для меня было тяжело в прямом эфире спеть пару строчек. Это капец просто какой-то. Здесь просто про людей. Ну, ладно, не буду повторять про людей. Короче, давайте лучше сообщения прочитаю. Вначале я, может, все сказал про людей. Так. Тык-тык-тык. С мужиками надо. Алексей, мужчин пока маловато. Сейчас с девочками отработаю. Может быть, и для мужчин проведем. Сколько стоит марафон? Бесплатно при условии. Если условия не хотите выполнять, 55 тысяч. У меня с прошлого года пост в ленте. И мне нравится. О, круто. Да это вообще круто показать. Смотрите, на каких тусовках я тусю. Эти тусовки крутые, блин. Это то же самое, что сфоткаться с какой-то звездой и сказать, блин, я сфоткался со звездой. Я был на тусовке, где он там пел на концерте. Это ж круто-круто. Вот. И тут я была на тусовке прокачанных девчонок, тысячу человек, психологов, там, коучи различных. Тем более, у нас, знаете, какие девушки классные, которые, ну, реально в жизни имеют, блин, крутые достижения, классные профессии. И никому не стыдно, блин, тусить на таких марафонах. Причем на марафон-то мы не сбегаемся. Не для того, чтобы знания, еще раз говорю, какие-то получить. Знания на марафоне не будет. Это не курс. Я ничему вас там учить не буду. Там будет поле женское. А в поле мы всегда делимся. То есть, если вы приходите в поле богатых людей и просто с ними рядом потусите, у вас будут деньги. Если вы общаетесь с людьми токсичными, которые, там, ноют, вы в уныние тоже с ними впадете. Хотите вы, каким бы позитивным ни были, в уныние вы впадете. На вас очень сильно влияет поле. Очень подробно про поля рассказывает Ли. Л-Е-Е. Ли. Прорекламирую. Прям всех сейчас буду рекламировать. Очень классно пишет про поле, как люди взаимодействуют. Это немного не из моей темы, вот о чем я вещаю. Ну, он очень классно об этом объясняет. Голыми бегать не будем в челлендже. Нет, не будем голыми в челлендже. Ничего такого, у нас никаких извращений не будет. Мы на прошлом марафоне лепили письки. Ну, просто я сказала, кто хочет. Пенисы. И, как бы, там, 10 человек согласилось, остальные сказали, что за бред. Фу-фу-фу. Член? Не. Никогда его даже в руки не возьму. Вообще, ужас какой-то. Это же... Вот так вот девушки относились к сексу. Ну, когда 10 слепили, потом такой креатив был. Девчонки, там практически все тысячу человек слепили, члены нарисовали, там, тра-та-та-та-та-та-та. А потом все сказали у всех секс. Нормальный, хороший, все клево, все четко. И все офигели просто от того, почему они так не любили, ну, естественные половые органы, блин. Блин, свои не любят, еще и мужские не любят. Это вообще как вот... Как так можно жить, блин? Женщины, взрослые отрицают части себя, даже своего собственного тела. Вот, прикиньте. Чем рука хуже груди? Или грудь лучше, там, пи-пи? Вот чем? Непонятно. Вот одно вот грязное, фу-фу-фу, а вот другое чистое. Ноги фу-фу-фу. Это же ноги. Надо для них какие-то половые тряпки, там специально, знаете, есть такие... Люди многие... Они вот банные полотенца вешают в ванне. Это вот просмотреться надо к таким людям. Это вот полотенце для лица. Самое чистое, потому что это полотенце для рук. Они всегда грязные. Это полотенце банное для тела. А вот это вот тряпка половая. Это ноги вытирать. Ну, ноги же фу-фу-фу. Блин, почему такое отношение к телу? И вот мы это все на марафоне с вами рассмотрим. Почему такое отношение к телу? Ноги фу-фу-фу. Нормально, да? Меня это удивляет очень. Так. Я бы слепила. Так, вот сегодня тоже все, кто не лепил... Дело в том, что на марафоне мы члены не будем лепить на этом. Это уже было в прошлый раз. Повторяться не хочу. Сейчас кто хочет там слепить, нарисовать и так далее, почувствуйте этот кайф. Посмотрите, у меня есть как раз видяшки разных этих членов, кто из чего делал. Там из огурцов, из фруктов, из овощей. Молодые, взрослые, бабушки под 80 лет. У меня много таких на марафоне. Они лепили эти члены там из пластилина, делали из разных овощей. Это было очень круто, это было креативно, это было интересно. Но это было смешно еще, к тому же. И мы все в чате делились этих картинок, там было куча просто. Я лепила, было круто. Вот, Алена, согласись, классно было. Да вот, сейчас даже многие, кто участвовал в марафоне, говорят, что это классно. Про полотенца встречала таких людей. Да, у меня в семье есть такие люди. По папиной линии у меня есть такие люди, которые, блин, ноги фу-фу-фу, половую тряпку там кинут за ванну, вот ей ноги вытирать. Мне всегда было противно половую тряпку брать. Мои ноги святые, блин. Моя часть тела, я их очень люблю. Блин, благодаря ногам я могу ходить по земле, прикиньте, и прыгать, и стоять. Что я только ногами-то не могу делать, прикиньте. Вернее, ну да, все могу. А люди к ним так относятся, очень странно. Точно так же многие женщины не могут посмотреть на себя голой. Стыд, отвращение, фу-фу-фу, такие шаблоны. Вот эти вот шаблончики будем рассматривать с вами. Почему мы не любим свое тело? И как мы к нему относимся? А как тело вас полюбит? Вы думаете, если вы относитесь так к своему телу, что оно фу-фу-фу, там какие-то органы внутренние, там, что у нас там, пи-пи, оно... Кто-то мне позвонил. Так, не звоните мне, пожалуйста. Эфир прервался. Кто-то считает свои женские половые органы фу-фу-фу, да, я даже на них не посмотрю, это мерзко, это непонятно, это неприлично. То как тело будет, как вы думаете себя вести, если вы так думаете? Конечно, оно будет болеть и орать, да, обрати на меня внимание, почему у вас проблемы по-женски, девушки, почему у вас молочница, почему у вас эрозия, там, почему у вас какие-то яичники, проблемы, какие бывают, миомы всякие. Потому что вы тело своё не любите, девочки, это вот открою прям вам глаза. Откуда у вас болезнь, вы думаете? Вас кто-то там заразил или там ещё что-то. Ваше мышление негативное о том, что вы не любите, оно кричит, просто, ну, обрати на меня внимание, да посмотри хотя бы, как я там выгляжу. Ты за всю жизнь вообще к зеркалу подходила, рассматривала бы меня или нет. Оно кричит, обрати внимание. И ноги ваши болят точно так же, потому что вы относитесь, да неважно, вы на себя в зеркало смотрите и фу-фу-фу, да. Не, некрасивая, всё, ждите прыщей на коже, аллергию, саму на себя у вас аллергия. Я там новую психосоматику, ещё одна книжка у меня, уже материал собираю, как выдам, вот. Вот, Бурбо, Луиза, Хей, Довлатвы, это, отдыхают. Не, психосоматика, это, конечно, классная штука, но я по-своему её сейчас напишу. Вот, она будет ржачная, смешная и такая интересная. Можно на ленту на казахском языке писать про марафон? Ну, пожалуйста, если они придут на марафон и понимают русский, почему нет? Просто если вы на казахском напишите, то для кого, если они русский не понимают? Если они придут на марафон, скажите, пожалуйста. Ой, я посмотрела видео приветствия, очень крутое поле будет, девчонки, там огонь. Да, 200 девушек уже видео приветствия написали, остальные там ещё 82 человека ждут в чате модерации, пока их проверят. Девки все классные. Пофиг, кто что скажет. Да, вот кому-то пофиг, а кто-то, прикиньте, сидит и стыдится. Раньше думала, не смогу никогда выложить у себя на странице, типа стыдно было, сейчас вообще спокойно. Ну, блин, ну естественно. Где условия прописаны? Только присоединилась, простите. Пост жёлтенький, там всё написано под постом. Жёлтенький пост, где губы? Вот так вот прикусанные. Вот, посмотрите пост, там нажмите ссылку, перейдите в чат модерации, там модераторы всё объяснят, расскажут, покажут. Там полностью описание, что нужно сделать, как выложить. И подробное видео выложено о том, если вы не можете репосты сделать, если вы не знаете, как там, что сделать, как записать видео, как его отправить. Мы сделали видео даже. Уже для таких, кто, ну, Инстаграмом пользоваться не умеет. Видео записать не умеет. Уже, блин, для чайников. Кстати, была эрозия шесть лет, как раз пока забыла про себя. Полтора года назад осознала много и ничего нет. Полюбить тело обязательно всегда нужно вот халить или леять себя. Да-да-да, всё верно. Вот вам сразу подтверждение. Мир сразу подтверждает, блин. А если Пи-Пи и Си-Си некрасивые, вот как полюбить? Как, вот как разобрать эти шаблоны? Ну, вот смотри. Можно их не любить? Некрасивыми, да, не любить. И лишиться их вообще. Рак груди заработать? Ну, и тогда бы вы, наверное, подумали. Ну, окей, некрасивый. Ну, как может Пи-Пи быть некрасивой? Да что это вообще такое? Вы о чём? Вы не принимаете естественную красоту. Ну, как это? Не, вы, если не хотите любить, не надо. Тоже вас не заставляет. Вопрос просто, что вы это всё потеряете. И потом пожалеете. Подумайтесь, пока не поздно. Русские понимают. Ну, нормально тогда можете выкладывать. Только я не могу понять, зачем для русских писать на канцах. Может, тогда не стоит? Мне кажется, мои модераторы не пропустят. У меня в чате 10 модераторов. Если там один кто-то закочевряжется, то вас не пропустят. Я на прошлом марафоне спала по 2-3 часа в сутки. Столько я не ржала и никогда не ревела. Вот, блин, Карла, классно. Я знаю каждую твою складочку. Смехотворец ты классный. У меня член кривой и некрасивый, а он мне таким нравится. Это очень круто и радостно. А кто сказал, что за понятие красивый-некрасивый? Это же мы сами наделили и решили, что он некрасивый или красивый. Нету такого понятия красивый-некрасивый. Оно просто есть и всё. А дальше как мы вот это оцениваем, с чем сравниваем? Давайте перестанем уже всё сравнивать. Девушкам мой член кривой нравится. Ну вот, клёво же. Главное, чтобы он работал, блин, ребят. Я так не думала, спасибо. Полюблю и сиськи, и пески. Правильно, надо. Ничего, что мы с вами такую тему щекотливую. Вот ещё до марафона не дошли, уже раскрываем. Не, ну реально, это нужно людям понять. Потому что вот настолько тело своё не любите, а оно одно у вас, одно, понимаете? Если вы не будете его любить, оно будет орать просто. Ну, блин, полюби меня, обрати внимание. Хватит сравнивать со всякими эталонами, как оно должно быть. Кто сказал, как оно вообще должно быть? Будьте творцами, создавайте новое. Смотрите, новое не может ни на что быть похожим. И вы уникальны, ваши пески и сиськи не должны быть похожи на сиськи других людей. Ну, не должны. Да, сиськи имеют определённую форму. Там какой-то шаблон у нас есть, что они где, в каком месте хотя бы находятся. Да, но они же не обязательно должны соответствовать именно вот такому размеру, вот такого. Мы уникальны вне уникальности и не уникальны в уникальности. Нелли, а если я наберу человек 100 в свой аккаунт, до этого у меня вообще не было аккаунта, тогда можно будет выложить пост, и я пройду модерацию. Да, либо вы набираете людей, либо просто отметьте 30 человек любых под постом, и всё, то есть так или так. Как удобно. Так. Самая крутая тема. Люблю говорить на эту тему и принимать своё тело, принимать его целиком и полностью. Как вкусно, да? Димочка, ты молодец. Вон, видите, как парни молодцы. Вообще принятие – это женская энергия. Она преобладает у женщин. Но женщины её так подавили, что я просто удивляюсь. У нас тело женское, да, а образ мужской. Такие дамы с яичками. Вернее, нет. Ну да, типа дамы с яичками, всё правильно. Мнимыми. А мужчины, вон, посмотрите, они молодцы, они принимают. Я прям кайфую. Мужики, для вас тоже надо на марафон вести. Раньше вообще все толстушки были в тренде. Посмотрите старинные картины, да, согласна. Потом пришла мода, когда девочка, забыла, как её зовут, похожего на мальчика во Франции, да, одежду на подиуме показывала. Как её там зовут? Твити. Не помнишь, как девочку звали? Которая моду внесла на эту худобу. Вот, и всё. Ну, люди уже у нас больные, надо же быть одинаковыми. Мы же все под копирку должны быть. Твиги. Спасибо, Твиги. Ну, скоро в моду войдёт опять естественная красота. Опять будут люди, которые попышнее, пополнее. Так. Сами себя мы вгоняем в рамки, да. Пока есть пальцы, импотенция никому не грозит. Язык. Согласна. И ещё это, креативный ум. Тема шикарная. Нелли, ты супер. Спасибо, девочки. А что у нас будет на марафоне, вы даже не представляете. Я там вам мозг так взорву. Ну, вы сами себе его, вернее, взорвёте. Мы просто будем выполнять с вами некоторые упражнения, некоторые задания. Рассмотрим какие-то, не какие-то, а рассмотрим проблемы наши, да, рассмотрим их. И сделаем каждый свои выводы. Каждый сделает свой вывод и напишет. Мы почитаем с разных углов. Вот представьте, тысячу человек, да. У нас есть одна ситуация какая-то, да. И с разных углов её увидеть. Не только вот со своим упрямством, с одной точки. Мы увидим слона не только с хвостика или там с хобота. Мы увидим целого слона. Просто мы возьмём самые такие проблемы. Проблема тела, проблема там худобы, проблема там я толстая, или у меня нет оргазма, или секса. И рассмотрим это вот, вот прям вот так. Я после видео Нелли полюбила своё тело, начала худеть. Стала выглядеть лучше, перестала краситься. Прямо рассматриваю, кайфую от целлюлитика мягенького. Глядишь, и он пропадёт скоро. У меня болит горло. Из-за чего? Горло – это наше проявление. Мы не проявляемся, не говорим, что хотим, не выражаем свои чувства, стесняемся, испытываем стыд. Если мы всё-таки пошли, проявились, горло ещё начинает сильнее болеть. Потому что мы проявились и такие думаем, «Блин, они, наверное, гадости про меня подумают». Начинаем навешивать на людей, что они тупые, плохие, злые, и вот сидят сейчас, а вас всякую херню думают. Вот это горло. Так, была на марафоне в декабре. Огонь, огонь. Класс. Меня коллега на работе в депрессуку вогнал. Тебя посмотрела, всё, как рукой сняла. «Сексуальность, она от ориентации не зависит». Тоже согласна. Хотим, уже ждём, не дождёмся. Так, ожидания выключаем. Просто спокойненько записываемся. В ноябре будет. До ноября, вон, есть с чем работать. Запишите эфир, да. Я, кстати, ухожу уже, потому что здесь сейчас какие-то видео безразмерные. Раньше хотя бы час проходил и заканчивали. Сейчас можно говорить и до утра. У меня ещё люди разбор ждут. Люди, дорогие мои девочки, мальчики. Кому я обещала уже, две недели задолжала разборы, я реально каждый день сижу и пишу. У меня их очень много просто. Я не успеваю. Вот сейчас сделала перерыв. Мозги вот чуть-чуть проведлить. Пойду дальше писать. Я не забыла ни про кого. Не забыла. Так что ждите. Разборы сейчас всем дам. В Новороссийск приедешь? Да, приеду. Скорее всего, у нас будет встреча в Новороссийске. В Краснодаре вряд ли будет в Новороссийске. Не хочу здесь, будет там. Давайте, ладно, люди. Я пошла. Так, ещё последнее сообщение прочитаем. Проблема с перегородкой. Вот, уже куча вам ответов. Не дышите полной грудью. Ну, дышайте тогда принятие. Не принимаю всё, как есть. Хочу это изменить. Хочу что-то притянуть. Желание притянуть. Сделать ещё лучше, сильнее, быстрее, красивее. Ну, и в то же время держусь за то, что есть. Не хочу отпускать. Не важно, отжила это себя, не отжила. Очень сложно расставаться с чем-то, с кем-то. Вот, дыхание нашей жизни, оно всё на нос. Сегодня, наконец-то, дошло, что так, как я думаю, видят меня окружающие, так я вижу себя через них. Так, подождите. Сейчас нормально прочитаю. Сегодня, наконец-то, дошло, что так, как я думаю, видят меня окружающие. Да, конечно. И то, окружающих-то нету, это ты думаешь, что они так думают. Но они так не думают вообще, потому что нет ни мозгов, ни окружающих. Микки Маусы, наделённые твоими чувствами. Поэтому тут можешь ещё дальше пойти. А вот то, что они тебе транслируют, ты себе как в зеркало показываешь, то, значит, ты о себе и думаешь. То, что они транслируют. Но они транслируют тебе как в зеркало. Это ты сама себе транслируешь. Но они ничего не думают, их даже нет в нашей реальности. Вообще наша реальность – это иллюзия. Я так думаю, что нам нужно… У меня за последний месяц пару тысяч человек прибавилось, новеньких. Они не видели, наверное, либо на YouTube моих видео, либо вообще о чём я вещаю, бред какой-то. Надо какой-то эфир сделать. Наверное, следующий проведу эфир. Знаете, какой? Короче, для новичков. Даже, наверное, время объявлю заранее. На этом эфире я хочу рассказать, как мы мыслим, почему я говорю, что в мире никого нет вообще. И это всё иллюзия. Даже наше тело – иллюзия. Мы наблюдаем наше тело согласно нашему мышлению, и его даже нет. То, что вы чувствуете, это вы ощущаете, что это твёрда, материя, материально. Это ваше чувство внутри, а вовне вы даже ничем не щупаете, на самом деле. Короче, ладно. Надо объяснить это дело. Так. Я вообще собралась уходить. Про тряпку для ног так смешно. Смешно, не смешно, но так пользуются люди. И я у многих это наблюдаю. И сразу видно, блин, человек в принятии или нет. Заходишь, короче, в ванну к подружке или там к родственникам, да неважно куда, видишь такую тряпку, смело можете сказать, так, у вас кто-то здесь больной с маткой, с женскими органами, кто-то постоянно лечится. Есть такие, блин, там поднимут руку, скажут, да. Или с чем у них там проблемы могут быть. Да пофиг с чем. Короче, больные люди дома живут. Ну, в смысле, больные, ну, ладно, на голову точно, телом больные. Ну, то есть болезни от непринятия тела всегда будут сигналить вам. Ну, болезни — это просто сигнал тела. Нормальный сигнал тела. Вот, болезни — это хорошо. Они хотя бы сигналят. Вопрос, разбираетесь вы, что они там сигналят или нет, это уже другой вопрос. Вот, ну, болезни — это хорошо. Просто тряпку убирайте, и у вас уже какая-нибудь болезнь исчезнет. Это просто то, что вот тряпку уберете и начнете вытираться, блин, красивым полотенчиком. Купите себе классные тапочки дома там с пушком, с каблучком, если девочки. Купите красивый халатик. Выкинете свое старое, застиранное грязное белье, которое уже там в тряпье превратилось, и купите себе красивое белье, и будете чувствовать себя, блин, классно, великолепно. Половину болячек просто исчезнет с вашего тела. Вы не верите, но вы попробуйте. Мне верить не надо. Экспериментируйте. Значит, не муж козел, а я коза. Ну, типа да. Так. Хочу послушать про тело и иллюзию. Хочу поскорее понять этот момент. Элечка, у меня есть все эти эфиры, но я просто хочу еще раз повторить. Есть все эти эфиры на YouTube. Ссылка в профиле. У меня прям канал YouTube и путеводитель по YouTube, где можно ключевое слово набрать, и он там выдаст все видео именно с этой темой. Так, а есть ли воспаление горла для того, чтобы кусок в горло не лез? Типа для того, чтобы похудеть? Нет. С похудением вряд ли это связано. Так, ладно. Все, целую. Я побежала. 200 человек меня смотрят. Блин, как. Я вас всех люблю, целую. Сильно меня не ругайте за то, что я там протроллила в сторис всех подряд. Я сама себя троллю, честно. Я там была, деньги отдала. Сама лох, признаю. Честно признаю, я лох. И очень много денег отдала. Но это были не последние деньги. И я не знала, куда их тратить. И я не знала, куда эти деньги давать. Вообще. Ну, на какие желания свои спалить. У меня даже желаний не было. Вот. Я открыла себе глаза, что причина во мне. Это все, что я там узнала. Но я порядком за это такие деньги заплатила. Вы можете это понять и не оплачивать таких больших денег. Это был мой путь. И вот все, кто кричат, что вы можете открыть свою божественную суть за 100 тысяч евро, блядь, плюньте в него просто сразу. Ладно, целую. Я вас целую.